Мы действительно оказались сегодня в новой стране. Ипотека пока надо забыть. Это не означает, что дальше все будет хуже, просто дальше может быть еще как-то по-другому. Не то, что вот все перекрыли, и известна лазейка. Мы даже не знаем, где лазейка. Она постоянно меняется. Нужно понимать, что в паспортах россиян будет всегда указано место рождения. Что делать-то с рублями, с долларами? Куда бечь? Я бы не рыпался, если честно. Еще достаточно много инструментов, в которых можно спасать деньги. Каких-то противороссийских настроений в местных банках я не видел. Россияне, которые получили граждаться за инвестиции, они, конечно же, будут под надзором. Какие юрисдикции могут стать популярными? Не могу, сижу сейчас, вычисляю, кого мне надо уволить. У нас уже просто очень низкий стандарт. Теперь по нашим меркам это уже нормальный сценарий. 24 февраля мы проснулись в другом мире. Путин начал на Украине то, что впоследствии запретили называть войной. Ответные санкции не заставили себя долго ждать. Они оказались исключительно жесткими. Замороженный резерв ВЦБ, обрушился рубль, биржа открывается ненадолго и закрывается вновь. Люди забирают деньги из банков. Закрыто небо, не летают самолеты. Вот-вот остановятся грузы. Это называется экономическая блокада. В ответ Россия запретила вывозить валюту за рубеж. То есть ввела контроль за движением капитала. Пока в России есть лекарства, товары и продукты. Но что будет дальше, предсказать сложно. Абсолютно точно мы живем в новой финансовой реальности. Какая она, эта реальность? Ну, давайте, знаете, пытаемся описать, с чем мы столкнулись. В какой финансовой реальности мы оказались? Ну, начнем со следующего. Мы действительно оказались сегодня в новой стране. В стране, в которой мы полагали, что золотовалютные резервы более 600 миллиардов долларов. Сегодня выясняется, что Центральный банк может в лучшем случае аберрировать половины. Причем из этой половины часть относительно ликвидна. Я имею в виду золото. То есть золото – штука хорошая. Более того, она сейчас растет в цене. Понятное дело, почему. Но, тем не менее, реализовать – это большая проблема. Соответственно, мы оказались в стране, вы абсолютно правильно сказали, где сегодня введен валютный контроль. Причем, что значит введен валютный контроль? Например, запрещено брать новые долги на Западе. То есть, по сути, своей компанией захочет выпустить долговое финансирование и не может этого сделать на Западе. То есть, иди и финансируйся в России. Учитывая, что у нас процентные ставки сегодня 20%, а понятно, что по займам, если мы захотим сделать вдруг размещение, вот вдруг взяли, из какого-то будуна сейчас решили делать облигационный займ. И если вы не «Газпром» или «Лукойл», который получит сегодня в долг, наверное, процентов под 21-22, ну, может быть, 20, близко к ставке рефинансирования, если вы относите небольшую компанию, то у вас будет займ процентов под 28-30. Я думаю, что ни одна компания сегодня такой цены денег не выдержит. Что это означает в практическом плане? В практическом плане это означает, что кредит сегодня форбитен. Иначе говоря, нет возможностей и нет никаких технических даже, ну, просто вот экономических причин, смысла брать кредит. А кредит, как известно, это основа любой экономики. Ни одна компания, ну, чаще всего не может обойтись без какого-то кредитного плеча. Мы, например, аналитики знаем, что если есть какая-то компания, у нее совсем нет долга, это, конечно, может быть и здорово, но это означает, что она не хочет быстро, нормально развиваться. Вы будете смеяться. Даже у компании «Эппл» есть долг. Другое дело, что количество кэша значительно больше, чем долг, на порядке. Но, тем не менее, даже у компании «Эппл» есть какие-то долги. Это нормально. Так вот, ни один российский бизнес сегодня не может занимать нормально, потому что или он должен договариваться напрямую с государством, Центробанком, институтами развития о какой-то специальной ставке, скажем так, льготной. Потому что брать кредиты под такие ставки сегодня невозможно. Что это еще значит для нас всех? Ипотека пока надо забыть. Дальше. Есть такая штука, как факторинг. Дело в том, что когда вы продаете что-то в сети, вам нужны быстрые деньги. А сети обычно рассчитываются через 30, 40, 50, 60 дней. Это нормально, а то и больше. Вы приходите к факторинговым компаниям, и они вам дают деньги сразу, а дальше уже получают по эквайрингу дальше, соответственно, с сетей. Если такие ставки, естественно, что эти ставки также включаются в ваши расходы, в доходы факторинговых компаний. Но это у них часть себестоимости, потому что у них деньги дорогие. То есть факторинг становится бессмысленным. А это значит, будет замедление торговой активности наверняка. Это означает, что будет дефицит товаров. Потому что, ну как, я очень уважаю то, что делает наш Центробанк. Они молодцы, непрофессионалы, правда. И они наводняют сейчас страну ликвидностью, финансовую систему ликвидности. Но, тем не менее, какие-то разрывы финансовых платежей возможны. Это неизбежно. Кассовые разрывы у компаний неизбежны будут. Объясню, почему. Дело в том, что есть такая штука. Называется она ковенанты. Ковенанты – это когда ты, например, берешь кредит или выпускаешь долговое финансирование какое-то, то у тебя есть определенные причины, по которым ты обязан вернуть немедленно. Ну, это что-то типа вот у тебя дефолт. Но это не дефолт, а именно ковенанты. То есть согласно этим ковенантам ты, вот случилось нечто супернеожиданное, и ты должен сразу вернуть кредит. Но поскольку 99% наших бизнесов будут вряд ли в состоянии вернуть такие кредиты, мораль, наверное, начнутся цепочки дефолтов. Это тоже серьезно. Будут дефолты компании, наверняка будет расти безработица. Скажу более. Общался с одним коллегой буквально вчера. Говорю, слушай, там мы должны с тобой обсудить. Он говорит, не могу, сижу сейчас, вычисляю, кого мне надо уволить. Да, это так. Бизнесы сегодня будут оптимизировать свои затраты и будут увольнять сотрудников. То есть сейчас начинается вот такая вот, знаете, называется идеальная буря. Так вот, люди понимают все это, понимают, что после А идет Б, после В идет Д. Ну, неизбежно просто это идет. И люди задают себе вопрос, как они будут жить, будут ли они востребованы. И для многих это вопрос мироощущения, своего я в этом мире. И, если хотите, своего будущего. Это тоже сегодня стал вопрос для многих. Тот факт, что у Центрального банка заморожена половина резервов, означает что с точки зрения рубля? Задача Центрального банка это поддержание стабильности. И в тот момент, когда рубль слишком укреплялся, окей, мы все ворчали, но тем не менее Центральный банк выкупал валюту, фактически не давая рублю слишком укрепиться. Ну, для экспортеров это было, в общем, здорово. Понятно. Некая стабильность в одну сторону. Сейчас начинается стабильность в другую сторону, и Центральный банк начинает проводить интервенции. Мы это видели. Мы видели, как еще неделю назад курс улетал там на 89, и тут же Центральный банк включился, поставил мощную поддержку, молодцы, так сказать, четко извлекли уроки с 2014 года, ничего не скажешь. Чувствуется, что есть в доме хозяин. Вот это чувствовалось на торгах. Вот несмотря на драматизм ситуации, тем не менее мы видели, что при всех вот этих событиях, ну, было там 78, 77, стало 83. Ну, честно, не трагедия. Не трагедия. И так бы было здорово, если бы продолжалось. Теперь, в случае, когда у Центробанка, извините, очень сильно завязаны руки, ну, то есть ему нужно продолжать плыть, а ему приходится плыть одними ногами. Вот, собственно говоря, и все. Естественно, поэтому, понимая, что у Центробанка гораздо меньше резервов, и их сейчас не хочется палить, Центробанк сознательно отодвигает время торгов. Нет биржевых торгов. Мы видим только электронные торги, которые мало что, так сказать, показывают. Но это не все, Леночка. Проблема там гораздо серьезнее. Дело в том, что за прыжком валюты, за девальвацией, чаще всего следует, что... Прежде всего, инфляционный всплеск. Мы знаем, что... Ну, собственно говоря, тут надо просто уметь читать, считать. Мы знаем, что, например, в Иране, после того, как были арестованы, там были полностью арестованы активы Центробанка, все-таки Иран не Россия. Мы успели подготовить что-то у нас в юанях, что-то там в евро, что-то в швейцарских франках, что-то в золоте. В общем, знаете, как по принципу ужас-ужас, но не ужас-ужас-ужас. Так вот, в Иране начался бешеное инфляционное развитие. В тот момент инфляционная спираль пошла. Вот. Я думаю, что у нас, конечно, не будет так. Но в целом, ощущение такое, что значительный рост цен. Что за новый финансовый мир у нас теперь сложился в России? Как ты можешь описать эту систему? Он на самом деле только складывается. То есть это не означает, что дальше все будет хуже. Просто дальше может быть еще как-то по-другому. Из того, что мы видим сейчас, какие-то ограничения есть, но тем не менее, я бы не сказал, что это там худшая точка какая-то. Даже если все останется так, как есть сейчас, то в общем и целом у россиян достанется достаточно большой спектр активов, которых они смогут сохранять и сберегать деньги. То есть это, в первую очередь, это какие-то вложения в ценные бумаги зарубежные. Раз. Во-вторых, россиянам никто не запрещает покупать валюту. Два. Ну и, соответственно, с точки зрения рублей, мне тоже кажется, что и в рублях сейчас можно найти немалый перечень активов, спектр активов, куда деньги вкладывают. Поэтому сейчас, по крайней мере, ситуация не выглядит критичной, утопичной. И, по-моему, сейчас еще достаточно много инструментов, в которых можно спасать деньги. А капитал контрол, думаешь, что это не критичная история для России? Она критичная. Она может быть, точнее, критичной. То, что, опять же, то, что сейчас происходит, оно не выглядит прям сильно такой запретительной мерой, я бы сказал. То есть, да, есть ограничения по выводу денег за границу, и для кого-то это, безусловно, станет плохой новостью, но, тем не менее, внутри валюты и валютные ценности не запрещены. То есть, никто людей там не кошмарит о принудительной конвертации депозитов, принудительной продаже валютных активов или еще что-то такое. То есть, сейчас россияне могут в разных валютах и в разных активах держать свои сбережения. Плюс ко всему, у людей есть всегда традиционные способы типа недвижимости, хотя мне кажется, что сейчас рынок на фоне ипотеки в 20%, этот рынок немножко замрет. Вот. И второй момент, золото, обезличенные металлические счета в банках, раз, и плюс покупка инвестиционных монет, два. Скажи, пожалуйста, вот ваш регулятор в Люксембурге, он что-то вам пояснил, что вы должны сделать со счетами, на которых больше 100 тысяч евро, вы должны их вернуть людям или что? Вы понимаете, что нужно делать? Сейчас все банки взяли паузу, и они сейчас массово обращаются к разным юридическим крупным компаниям, чтобы те дали им юридическое заключение на тему того, как себя вести. Текущая ситуация следующая, что все банки трактуют санкции таким образом, что вот та информация про 100 тысяч евро, потому что это касается новых поступлений. То есть сейчас ни один банк не обсуждал, по крайней мере, даже с нами информацию о том, что текущие действующие счета россиян будут как-то там снижаться до размеров 100 тысяч евро, а остаток, пожалуйста, заберите куда-нибудь. То есть такой информации ни от кого из банков нет, мы задавали им эти вопросы, они сказали нет-нет-нет, мы понимаем это все иначе, то есть в санкциях было написано acceptance of new deposits, то есть принятие, ну без new просто, принятие депозитов. Вот. Соответственно, они сейчас все трактуют так, что мы новые деньги от россиян в сумме больше, чем 100 тысяч евро не принимаем, но при этом, при всем, то есть текущие счета у россиян не замораживаются. То есть они активные, и этими счетами можно пользоваться. Но тем не менее они все равно под пристальным контролем скорее всего находятся, да? Вы же наверняка должны подать какие-то сведения про них. Наша компания, мы не банк, мы финансовые консультанты. Все средства клиентов, они лежат на счетах в европейских банках, ну то есть счета открыты на имя самих клиентов. И если сейчас нечто подобное и происходило, то есть насколько мы знаем, да, регуляторы в странах, то есть они смотрят на размеры российских портфелей, они задают банкам эти вопросы, то к нам этих запросов не приходило просто потому, что мы у себя никаких денег клиентов не держим. Все деньги держатся на счетах внешних банков. В целом же, если говорить про взаимоотношения, то есть я с банками, то я не вижу с их стороны какой-то паники, так что они что называется там шашкой машут и пытаются всех все запретить, всем все отказать. То есть каких-то противороссийских настроений в местных банках я не вижу. То есть все достаточно спокойно. А вы видите у себя рост запросов на перевод денег? Поток увеличился? Огромный был запрос, потому что люди, конечно же, испугались. Но проблема заключается в чем? Счет в Европе открыть занимает приблизительно месяц. Это раз. Второй момент, что большинство банков не резидентам Евросоюза не открывают счета на сумму меньше, чем 500 тысяч евро. Как правило, стандартный чек начинается от миллиона. Крупные банки просят 3-5 миллионов, это минимальный чек. При этом, с другой стороны, держать на счетах, точнее, получать от резидентов России, граждан России больше 100 тысяч евро, они не могут. И поэтому процедура открытия новых счетов по нас сейчас приостановилась. То есть они никому не отказали в открытии счетов пока что, они просто не продвигают этот процесс. То есть сейчас пока все встало. И поэтому те люди, которые приходят за новыми счетами, запросов было действительно огромное количество, но по голосу было слышно, что люди просто переживают, нервничают и пытаются какие-то быстрые такие реактивные решения принимать. Но после того, как мы объяснили всю ситуацию, что это не имеет никакого смысла открытия счетов, пытаться даже сейчас в этом направлении идти, ну, собственно, все эти запросы уходили куда-то по другим адресам. Потому что санкции ввели Штаты, ввела Европа, но, соответственно, Азия, Ближний Восток никаких санкций в отношении россиян не вводили. Ну вот я как раз хотела спросить, как ты думаешь, какие юрисдикции могут стать популярны? Это будет Сингапур, это будет Гонконг и это будут Арабские Эмираты. Александр, что вы наблюдаете? Есть ли повышенный спрос на гражданство, на иммиграцию, на виды нажительства где-то? Это первый вопрос. Второй вопрос, что еще осталось? Да, безусловно, рост наблюдается очень стремительный и те люди, которые когда-то планировали инвестировать свои средства или каким-то образом их сохранить, сейчас могут принимать возможно спешное решение для того, чтобы приобретать гражданство за инвестиции на Карибах, искать возможность получения видов нажительства за инвестиции и не только. Потому что в последнее время, если мы говорим о контроле со стороны Евросоюза, он растет в течение уже последних двух лет. Поэтому мы, безусловно, здесь это все наблюдаем, но Евросоюз сейчас занял очень серьезную позицию в отношении того, что все программы должны быть закрыты и либо виды нажительства за инвестиции должны переведены быть в очень такой серьезный режим, когда заявитель должен прожить большую часть года, например, в государстве, в котором он ожидает получения вида нажительства. Это приведет, первое, к тому, что он станет налоговым резидентом, что раньше можно было обойти путем того, что ты получал просто карточку в виде вида нажительства и потом просто фактически приезжал за гражданством после оплаты уже инвестиций. Сейчас же речь ведется о том, что мы готовы унифицировать для всех государств-членов процесс выдачи золотых виз, а если вы хотите получать недоожительство на другом основании, вы можете это делать, но это повлечет все равно обязанность длительного нахождения в стране. То есть, если вы не проживаете в стране, у вас, скорее всего, вид на жительство изымут. Это вот такая тема. Сейчас даже можно получить визы в ряд стран шенгена, но процессинг, обработка, процедуры комплайенса настолько стали серьезными, чтобы исключить возможность переезда в ЕС, возможно, вредных для них, как они считают, элементов. Для россиян, получается, опустился железный занавес с обратной стороны? Нет, абсолютного железного занавеса нет в настоящий момент, но государство, я полагаю, что в качестве экстренной меры приняли сейчас решение ограничить доступ россиян, в частности, это Греция, которая приостановила обработку и выдачу золотых виз, потому что Греция одна из близких россиянам православная страна, она всегда пользовалась успехом в связи с достаточно небольшим размером инвестиций, 250 тысяч евро в недвижимость, которая позволяла многим там жить, находиться удобно, то есть это, конечно, не давало права на работу, но это достаточно удобный был инструмент для того, чтобы ездить в Европейский Союз, потому что золотая виза, в отличие от гражданства ЕС, она позволяла находиться и позволяет находиться только определенное время, как шенген, то есть 90 дней в течение 180-дневного периода. Если говорить о гражданстве, конечно, те, кто успели его получить, они, безусловно, выиграли очень многое сейчас, они могут свободно проживать в любом государстве, члене ЕС, пользоваться финансовой системой. И почему я говорю о финансовой системе? Потому что регламент Совета в редакции от 25 февраля, он установил запрет для граждан России, юридических лиц и организаций, учрежденных в России, иметь депозиты свыше 100 тысяч евро. На граждан ЕС с российскими паспортами или с видом на жительство в ЕС таких россиян, на них такие ограничения не распространяются. Однако существует момент такой, что все банки, кредитные учреждения ЕС обязаны предоставить своему национальному регулятору данные о том, что россияне, проживающие или находящиеся в России, но имеющие золотые паспорта или золотые визы, они должны быть в информационном поле. Я предполагаю, что это сделано с точки зрения осуществления мониторинга над тем, чтобы эти состоятельные лица, которые смогли позволить себе купить золотые паспорта и золотые визы, они не смогли быть инструментом обхода санкций и не смогли содействовать государству Российской Федерации или ее корпорациям, или должностным лицам, или олигархам с помощью обхода санкций. Поэтому, если говорить о рынке инвестиционном, то он существует, но в ограниченном как говорится виде сейчас Мальта полностью прекратила принимать по новой программе гражданство за особые заслуги, которая критикуется Еврокомиссией и в отношении которой Еврокомиссия не снимала требования прекращения ее, потому что нужно не забывать, что в 2020 году Еврокомиссия начала официальное расследование и готовится к суду против Мальты, Кипра и Болгарии за выдачу золотых паспортов. То есть эта история она еще больше усугубляет всю эту ситуацию на рынке ЕС. То есть Португалия, золотые визы в которой широкий спрос имели в последние два года в связи с тем, что Португалия нейтральная страна, достаточно в общем-то благоприятна для россиян, для украинцев, для всех славян и выходцев из СССР, они сейчас приостановили рассмотрение всех заявлений поданных гражданами России для того, чтобы оценить, кто может быть слабым звеном или кто может вызывать вопросы в отношении национальной безопасности. Португалия. Как они оценивают? Они смотрят связи с госорганами, с госкомпаниями? Да-да, именно так и происходит. Я исхожу из того, что в ближайшее время в ЕС будет сформирована база всех нерезидентов, которые получили гражданство и золотые паспорта за инвестиции. К счастью для ЕС все граждане с золотыми паспортами, они действительно на особом счету в каждом государстве. Есть отдельные списки, они публикуются. На Мальте это вообще списки на английском, которые каждый год опубликовываются и в каждый год Россия все время удивлялась этому. А на Мальте это в общем-то достаточно нормально. На Кипре тоже такие публикации есть, просто они выходили на греческом языке в газете соответствующей. Поэтому здесь нужно исходить из того, что такая база скорее всего будет создана и те россияне, которые получили гражданство за инвестиции, они конечно же будут под надзором. Могут начать отзывать, как вы думаете? Я полагаю, что слухи об отзывах, они имеют конечно под собой какие-то основания. И если мы говорим о массовых отзывах, я исключаю, что массовый отзыв является цивилизованным ответом на события, которые мы наблюдаем. Но если говорить собственно о возможности этого сделать, это крайне сложная процедура. Это единичные возможности для каждого государства. В последнем Болгария делала подобное освещение и там порядка только 11 по-моему гражданств было отозвано. И больше, как правило, отказываются от гражданства в одном случае, если люди переезжают в государство, которое не допускает наличие множественного гражданства. Отзыв на Кипре может быть произведен по нескольким основанием. Если были поданы ложные какие-то данные, которые нарушают требования закона. Второе, если лицо, получившее гражданство, не проживает на Кипре по-моему более 7 лет, в этом случае это тоже может быть отозвано. И третье, сейчас вопрос подсанкционности лиц, он к сожалению не находится на публичной поверхности. Да, претензии возникали в отношении известных россиян с кипрскими паспортами, но публично неизвестно был ли отзыв произведен или нет. Платрик грозил Лавина отозвать гражданство. Я тоже слышал об этом случае. Это будет очень сложным процессом с учетом того, что как вы понимаете юристы они настроены защищать законные права и интересы безусловно несмотря на конъюнктуру и несмотря на сложившуюся ситуацию, да, безусловно. И самое главное, что гражданство и очень правильно министр иностранных дел Португалии заявил, что гражданство Португалии не может быть защитой от санкций. Безусловно, гражданство Португалии является основанием для перемещения в рамках союза. Скорее всего, лицу, имеющему гражданство ЕС не может быть отказано в передвижении и оно будет передвигаться как гражданин. Это его неотъемлемое право. Но с другой стороны, как мы знаем в случае с известными россиянами, имеющими гражданство в Финляндии, им банки на законных основаниях отказывали в использовании финансовой системы и высшие суды государства сказали, что банки действуют законно, потому что они не могут нарушать режим санкций, установленных другими государствами. Поэтому я исхожу из того, что сам факт наличия гражданства не может быть абсолютной защитой, но в тот же момент есть возможность ограничить права. Безусловно, это возможно и в отношении российского гражданства, возможно, тех лиц, которые имеют иностранное гражданство. Вчера мне попалась информация о том, что правительство Израиля предупредило своих официальных лиц, что к ним возможны обращения граждан Израиля российского происхождения за помощью, за то, чтобы их не включали в санкции и настоятельно рекомендовало официально переводить это все в официальное русло, ни в коем образом не позволяя достигать каких-то договоренностей. То есть сейчас складывается ситуация, когда процесс является глобальным. как долго государства Карибского региона будут оставаться низкованными, это сложно предполагать. Последний лазейк? Сейчас пока да, но, например, Гренада начинает более серьезно проверять россиян, уже официальное заявление было, Сен-Китс пока не делал никаких объявлений, Сент-Люсия работает, Доминика доступна, то есть они работают, но нужно понимать, что в паспортах россиян будет всегда указано место рождения. Если россиянин родился в России, то ему будет сложнее сказать, что у него нет российского гражданства. Можно ли отказаться от российского гражданства при наличии карибского или при наличии европейского? Да, безусловно, можно, это право, оно установлено законом, конституцией, то есть мы можем свидетельствовать о том, что мы идем к новому финансовому и мировому устройству, которое строится по примеру, знаете, не глобального там, собственно, взаимодействия, а перегруппировки стран в альянсы. Главный вопрос к вам, что делать-то с рублями, с долларами? Куда бечь? Давайте начнем потихонечку, давайте начнем с рублей. Смотрите, учитывая тот факт, что доходности сейчас по российским бумажкам государственным, они очень высоки, я даже не говорю про корпораты, потому что, вы знаете, сейчас может быть все что угодно, могут быть какие-то довольно нехорошие последствия российского бизнеса, поэтому я бы не закладывался. Есть государство, в случае чего она всегда напечатает рублей и отдаст. Дефолта точно не будет. Так вот, доходности по российским бумажкам, исходя из ставки рефинансирования, скорее всего, будут в пределах 18-20, может быть, даже больше процентов годовых. Вы знаете, это неплохая доходность. Давайте мы с вами немножко рассчитаем. Допустим, девальвация. У нас с вами за три года будет, ну, допустим, даже 100%. Было вот не так давно 75%, станет 150%. Допустим, берем бумаги с доходностью, например, какие-нибудь пятилетние, с доходностью там чуть больше 20% годовых, наверное, столько будет. С учетом процентов на процентов мы получим только купонами в этой ситуации как минимум процентов 65. Но это не все. Дело в том, что, ну, не бывает так, что кризис длится очень долго. Через год, через полтора, через два инфляция, скорее всего, начнет снижаться. Шанс на это есть. Цены на бумаги начнут расти. И тогда вместо 65% вы можете получить и 80%, и даже 100%. Таким образом, полностью или частично отбить девальвацию. Наверное, это не так плохо. Поэтому это может быть спокойное, взвешенное решение. Государство всегда заплатит, и даже в этой ситуации и резервов все равно много, и запасов много. А главное, понимаете, такие цены на энергоносители, вряд ли что-то будет плохое. Итак, это руба. Самое простое лобовое решение. Не хотите госбумаг, пожалуйста, депозиты в банках. Они сейчас будут под 16-18% годовых. Тоже не так плохо, и вы сможете, ну, 50%, 55% отбить за 3 года. Половина инфляции. Ну, тоже неплохо. Опять же, тут важный вопрос. Девальвация – это одно. Какая будет инфляция? Высокая ставка, она, возможно, будет гасить инфляцию, и, возможно, что уже через год инфляционное давление пойдет немножко снижаться. Так что посмотрим, но, по крайней мере, наверное, это неплохое решение. Я считаю, что большинству крупных банков сегодня ничего не угрожает, даже если это банки под санкциями. Посмотрите, у нас уже есть банки, которые работают годами под санкциями. Да, у них есть проблемы с долларами, но с рублями никакой проблемы нет. Теперь перейдем к рубок доллара. Смотрите, если вы сидите в долларовом депозите в банке, который не под санкциями, я бы вообще не дергался, честно говоря. Санкций на них нет, банки эти в абсолютном порядке, регуляция в России очень жесткая, и я бы не рыпался, если честно. Вариант номер два. У вас деньги на счету в проблематичном банке, скажем так, из-за текущей ситуации. Лучше перевести, наверное, все-таки в другой банк, открыть счет банк без проблем. Не будут переводить, такое тоже возможно. Теоретически есть такой риск, что банки не будут спешить исполнять поручения такого рода. По разным причинам, не важно. Но, вы знаете, самое, наверное, рациональное решение, да, вы можете потерять, но это как бы будет неплохо. Взять и конвертнуть это дело в рубль, и уже рублями перегнать на счет в беспроблемном банке. То есть, вы считаете, что девальвация уже, в принципе, свершилась, и дальше не будет падать рубль? Шансы на продолжение девальвации, они в данной ситуации имеются, и они достаточно большие. Но есть варианты, что действительно, вот нынешний уровень, сегодня он 96, вчера было там 100, 115, неважно. Вот, понимаете, экономика такая штука, все равно она находит где-то свой баланс. И учитывая мощь государства и огромные экспортные потоки все равно корпораций, можно рассчитывать, что где-то стабилизация будет на этих уровнях. Но, понимаете, тебе легко считать и делать модели тогда, когда тебе понятна вот сама ситуация общая. Ты ее сегодня не понимаешь. Мы каждые пять минут сталкиваемся с новыми и новыми и новыми сообщениями. С другой стороны, Центральные банки и правительства будут делать все различными методами. В основном, уже не монетарными, а чисто административными. Вполне, даже, возможно, жесткими. Будут делать кто-то таковой, чтобы спекулянты не заработали. Спекулянтам не дадут заработать. Никто не ожидал, что заморозят резервы Центрального банка, что отключат корреспондентские счета, что посадят самолеты, остановят грузы. В каком мире мы оказались? Можете как-то его описать? Что это за экономика? Ну, на данном это экономика полной неопределенности. То есть, мы считали два года назад, что пандемия нас уже ввела экономика полной неопределенности сразу весь мир. Сейчас, на самом деле, в каком-то смысле похожая ситуация, только она конкретна для России. когда абсолютно непонятно, откуда, как будут развиваться дальше события. Потому что, действительно, я думаю, что вот санкции против Центрального банка, они сыграли просто гигантскую роль. Потому что, именно потому что все обсуждали санкции, все примерно знали меню, там думали, когда было твориться одно, потом другое, как эскалироваться. но вот введение таких жестких санкций против Центробанка, это вещь, которая рассматривалась как какой-то абсолютно конечной точкой. И поэтому это был легкий шок. Если он не легкий, на самом деле, он действительно полный шок. И сейчас, действительно, основное то, что люди просто даже не понимают, чего ждать. Вот это, я думаю, даже больше и больше роль, чем, собственно, говоря, сами санкции. То есть, с полетами, не то, что все перекрыли, известна лазейка, мы даже не знаем, где лазейка. И она постоянно меняется динамически. То же самое с банками, непонятно, сегодня один банк, завтра другой. Все очень, очень быстро меняется, и это, на самом деле, само по себе оказывает, ну, очень большое отрицательное влияние на экономику, потому что непонятно, что делать. Просто все замерли в каком-то ожидании, и как-то по минимуму работают, вот самые гитаристские пытаются снять, но в целом, главное, просто пытаются понять, что происходит. Я понимаю, что сложно, но, может быть, мы попытаемся как-то спрогнозировать, как, по моим ощущениям, мы находимся в состоянии неустойчивого равновесия сейчас какого-то. Оно, очевидно, долго не продлится, и куда-то оно должно качнуться. Вот в какие стороны это может качнуться и к чему привести? Есть совсем катастрофичные сценарии, когда полный провал переговоров эскалация военного конфликта с боями внутри городов приводит к тому, что полный арсенал санкций вплоть до того, что у нас могут быть военные уже столкновения с третьими странами. Это катастрофичный сценарий. Третья мировая? По сути, Третья мировая, да. Средний сценарий это того, что мы завязываем в этой конфликте, но без эскалации, это означает, что по сути, вот в таком вот режиме, как сейчас Россия остается, мы становимся очень большим архамом с отключенным Центробанком, полностью изолированным. И все, что будут пытаться делать с Россией, это максимально изолировать, чтобы она никого не трогала. С постепенном диверсификацией энергоресурсов так, чтобы от России получить все меньше и меньше со стороны Европы, ну, что-то для этого будет перенаправлено в Китай и так далее, но полностью не будет компенсировано. Ну, и по уровню жизни все ближе к Ирану. Но это сценарий Ирана. Это Иран, да. Это сценарий Ирана. Есть более оптимистичная сценария того, что какой-то компромисс находится в ближайшее время, и все санкции не уберут, это очевидно. Санкции очень легко вводятся и очень тяжело убираются. Какие-то те наиболее болезненные для наших партнеров, для Европы, они будут первыми убраны, но очень много санкций, они останутся. Это такой средний сценарий, более-менее нормальный, но если по-моему, у нас уже просто очень низкие стандарты. Теперь по нашим меркам это уже нормальный сценарий. Хотя он тоже означает, что Россия по сути отрицательный экономический рост. Она сходится в полуизоляции, но не Иран все-таки. Улучшение взаимоотношений, какое-то что-то, что может подтолкнуть прям к росту, это требует каких-то очень больших социально-политических изменений в России. Полного перестроения существующей системы, и это очень сложно предсказать. В том наиболее оптимистичном сценарии, который обрисовали, как можно описать экономику России в ближайшие годы? Это что? Это инфляция, это гиперинфляция? Гиперинфляция, надеюсь, не будет, потому что все-таки гиперинфляция это ошибки в центральных банках. Инфляция, да, в лишние шоки, они могут вызвать инфляцию, до тех пор, пока вы не начинаете условно финансировать государственный бюджет, печатая деньги, гиперинфляция не развивается. Это высокая инфляция, это резкое падение уровня жизни, экономики, и дальнейшее резкое падение, и дальнейшее медленное падение. и дальнейшее медленное, но верное. Вначале бам, а потом медленно, но верно, продолжаем отставать. И даже не так медленно, достаточно быстро продолжаем отставать, потому что сейчас технологии быстро развиваются, а мы будем полностью тренировать. Мы будем догонять технологии десятилетней давности. Поэтому даже этот средний сценарий, он так всегда. А вот если немножко поговорить про технологии, технологическое развитие, мы начали уже чуть-чуть, что догонять будем, в каких местах у нас могут быть такие большие отставания? В электронике самое большое, мы будем все отставать, но она движется вперед с диким темпом. И Китай, который остается единственным нашим, по сути, будет источником этих технологий, он сам отстает, на самом деле, по большинству из этих технологий. Поэтому тоже рассчитывать не приходится. То есть они будут дальше, чем мы уже, мы до этого дожили. То есть что-то они нам могут передавать. Ну, в ограниченных количествах. Поэтому вот эта часть, вот если реализировать центральную банк, и все происходит в моменте этого резкого падения, то все, что связано с технологией, это медленно, это не медленно, а средняя такая скорость, и отставание впереди. Причем по таким вещам, которые, знаете, кажутся неочевидными. Я так понимаю, что у нас с семенами даже плавали у сельского хозяйства. Мы семена закупаем. Поэтому вот начиная с электроники, там, мы видите, лазеры, кончая семенами. Интернет тоже не наша технология. Видимо, заново придется придумывать. Нет, интернет, это технология, которая 30 лет. Это пожалуйста. Это мы можем. Вот такие технологии мы можем. С 3G у нас тоже все будет хорошо. С 4G у нас все будет хорошо. С 5 будет хуже. Даже с 5 может уже ничего, потому что это тоже старые технологии достаточно. Но вот новыми, мы все время будем, мы сейчас на один так отстаем. Через 5, а на 2, на 3. Ну, понарастающе. Если эти переговоры все-таки завершатся успешно, я полагаю, что какую-то часть из наиболее жестких санкций могут снять. Они приняты не решениями Конгрессов, они приняты просто правительствами. Они приняты в таком порядке, который достаточно легко отменяется. О, как интересно. Мы помним с вами санкции имени Джексона Веника. Помните? Это еще из того нашего советского времени. Так вот, отменялись они там годами, десятилетиями. Почему? Они были приняты в парламентах. И было очень сложно из-за внутриполитических различных проблем протащить их отмену. Так вот, нынешние санкции, вот последние, они наложены в таком порядке, что отмена их не требует каких-то жестоких и долгих и мучительных согласований процедур. Поэтому мне кажется, что есть шанс. Еще раз говорю, не хочу говорить слишком оптимистично сегодня, это было бы непрофессионально. Но в случае определенных договоренностей, возможно, часть санкций будет снята. И тогда, опять же, базовые условия для бизнеса, для всего будут уже другие. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...